Роман Сенеговский регулярно посещает все поселения муниципалитета, чтобы узнать, чем живет население, какие проблемы волнуют людей, какая помощь требуется. Особое внимание жителям небольших и малочисленных населенных пунктов, расположенных в отдалении от районного центра. На днях Роман Сенеговский совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений, главой Коржевского сельского поселения, встретился с жителями хутора Шапорского. Какие проблемы их волнуют и будут ли они решаться, смотрите в первом материале выпуска. На самой границе с Темрюкским районом, за рекой Куркой, в живописном месте на берегу реки Кубань расположен небольшой хутор Шапорской. Основан он в первой половине XIX века. Во время Великой Отечественной войны, находясь в районе боевых действий, при прорыве голубой линии хутор был полностью разрушен. Восстановлен в 50-х годах XX века. Сегодня тут числится немногим более 100 человек, но для местной власти важно организовать достойные условия для жизни в любом населенном пункте, невзирая на его размеры. Именно на сходах граждан, проводимым в Шапорском главой района, поднимаются важные проблемы жителей. Есть нормально? С электроэнергией проблем нет? Вода? Вода есть? Нормально. Газ? У кого есть, провели. Так, маршрутка ездит ваша? Ездит, да? Так, дети в школу ходят, возим, да? С магазином есть проблемы? Конечно, есть. Единственный вопрос, который пока находится в работе – это организация магазина в хуторе. Торговая точка, которая здесь была, несколько лет назад закрылась. Теперь два раза в неделю жителям подвозят хлеб и продукты по заказу. Но за остальными покупками приходится ездить самостоятельно. Роман Сенеговский сказал, что в ближайшем будущем свой магазин в Шапорском будет. Над этим вопросом работает управление по торговле и защите прав потребителей. Почти все местные жители занимаются ведением личного подсобного хозяйства. На сходе им разъяснили, что государство поддерживает владельцев ЛПХ, но для этого им необходим официальный статус. Жителям подробно объяснили механизм оформления и выгоду, которую оно принесёт. Ну а после разговоров о труде речь зашла об отдыхе. Остановка – это центр притяжения людей в Шапорском. Причём не транспорта они здесь ждут, а общения. Собираются вечерами и ведут беседы. По всему Славянскому району в последнее время строится много мест для массового отдыха. Вот и жители хутора Шапорского хотят свой сквер. Тут вам сквер такой хороший, зону отдыха. Лавочки поставить, плитку положить. Надо это или нет? Выходили, выходили, чтобы было. Очень было бы хорошо. Единственное, чего опасаются жители, что планируемый сквер невоспитанные отдыхающие могут превратить в свалку. Из-за бёрток, кожуры семечек и бутылок. Хотя в целом эту идею они поддерживают. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова